Всем привет, друзья! С вами Бурбон, и я знаю, что среди аудитории есть маленькие фетишисты на сборке. И давно уже не было собора сборок. Я решил сделать его тематическим и не просто обозрить сборку другого ютубера, а сделать такую вот подборку. И, опять же, увидите название ролика. Какой ютубер сделал лучшую зимнюю сборку? Поэтому сегодня мы это узнаем. Всем приятного просмотра, друзья! Вот два победителя, что получают по 100 рублей. Если ты хочешь так же, то просто поставь лайк, подпишись на канал и напиши любой комментарий. Итоги будут в следующем ролике. Поехали! Если у тебя есть желание создать свой сервер в СампКРМПНИМТА, то добро пожаловать на BigHost.org. Данный сервис предоставит хостинг твоему серверу, предложит список уже готовых модов, крупных проектов, что можно поставить за пару кликов. К тому же все это по доступным ценам. Ссылка в описании. Понятное дело, что сборки всех ютуберов смотреть было бы очень долго, поэтому я сначала решил довериться, можно сказать, в целом аудитории Сампа и ввести запрос «Зимние сборки Самп» и поставить в критериях пункт «За последний год». То есть, чтобы не было такого, что какие-то старые сборки и так далее. Поэтому в этом ролике только те сборки, которые ютуберы делали в этом году. Ну, в смысле, в этом это 2018-2019. То есть, они собраны хорошо просмотров, они многим понравились, и можно сказать, что по запросу это самые лучшие сборки. И среди них, друзья, мы постараемся найти лучшую сборку. Это все будет субъективно, и кроме меня в этом никто принимать решение не будет. Поэтому, к чему мы придем, вы узнаете чуть попозже. И, конечно же, с той минуты я играю. Это Diamond DrillPlayAmber. В описании есть промокод. Если ты ведешь его при регистрации, докачаешь 4-й левел и пройдешь начальный квест, то я переведу тебе 80 тысяч. Также в начале игры ты получишь ускоренную прокачку своего аккаунта. Поэтому вводи промокод, и давайте уже переходить к сборкам. Первая сборка митина. И поскольку всего сборок 5, это довольно-таки много. Если про каждую сборку я буду все в подробностях рассказывать, то ролик выйдет на минут, наверное, 30. Потому что вы знаете, что я не буду поговорить. Поэтому я буду рассказывать о внешних каких-то странах. То есть в целом я буду говорить про картинку. Не обязательно там должен быть какой-то мощный НБ и так далее. А просто внешний вид игры. Я не буду рассказывать про машины, скины и гонпаки. Потому что примерно они одинаковые. В некоторых сборках я видел, что они не те же. То же самое со скинами и теми же машинами. Потому что плюс-минус они одинаковые. То есть есть карпак, который собирал Brothers & Company. Его большинство ютуберов берут. Или же также некоторые другие заменки. Мы будем обращать внимание на внешний вид. И также мы будем говорить про производительность. Например, у этой сборки с производительностью все отлично. Повторю, что сборка митина и сейчас на ней 300 фпс. То есть это реально много. Хотя казалось бы, картинка просто отличная. И самый главный плюс данной сборки, это ее тайм-цикл. То есть сейчас вы просто видите это небо. И как оно взаимодействует с окружающей средой. Это просто изумительно. Но хочу заверить сразу, что не все так хорошо. Сейчас поставился Твезер 1. И как вы видите сами, эта сборка теряет свой, знаете, такой атмосферно-уютненький антураж. И просто лично данная картина мне не очень нравится. Поэтому если опять же посмотреть другие, то они не очень выиграют. Например, вот эта вот. Хотя третий, по-моему, он неплохой. Да, то есть это более-менее зимняя. Но десятый, да, вот. Это просто отлично. Дальше мы поговорим про снег. Потому что с ним тут тоже небольшая проблемка. Так как мы знаем, что все идеально быть не может. И в моей сборке, например, есть снег, который мне нравится. Но он не взаимодействует с тайм-циклом. То есть когда ты включаешь снег, то у тебя просто небо становится другим. Тут же, смотрите, мы включаем снег. Я сказал, мы включаем снег. Почему он не включается? Не по все. Все, вот, включили снег. И мы видим, что внешний вид не изменился. Просто вот такие снежинки. И что касается этого снега, это просто... Я опять же скажу сразу, что это не мои претензии к авторам и так далее. Я просто говорю про моды и как они выглядят. Это все субъективно. Я понимаю. Но данные снежинки мне дико не нравятся. Потому что, ну, это максимально нереалистично. И то есть, как просто в небе точки, это круто. Но когда именно снежинки, огромные снежинки такие, это... Не знаю, мне это прям вообще не заходит. К тому же, если мы захотим поиграть с снегопадом, то это... Посмотрите. Ну, не знаю. Опять же, мне такое не по душе. Это больше напоминает, что мы в каком-то космосе едем на своем корабле. И какие-то астероиды обходим стороной. Ну, потому что, ну, снегом назвать я это не могу. Серьезно, это мне дико не нравится. И получается, что либо мы имеем хороший снег, который вот... Ну, по крайней мере, в моем понимании хороший, где нет таких огромных снежинок, а есть такие маленькие точечки. Но в таком случае у нас пропадет данная красота на небе. Или же мы имеем такой вот снег, но отмеченную картинку в плане секса. Также я не совсем знаю, это баг сборки, либо так это и должно с текстурами. Почему-то просто все зеленое. Как-то, знаете, не очень хорошо. Да, минус тоже текстуры. Скорее всего, Митин хотел поставить текстуры, которые будут, то есть, не жрать FPS. Потому что, да, другие текстуры, они больше жрут FPS. Но, хз, стоит не того. Вот, то есть, опять же, тут оправдывает неценит средства. Да, казалось бы, FPS больше, но вот мы видим просто землю. И это даже не то, чтобы не прогрузилась, это просто земля. Поэтому, если говорить про внешний вид сборки, с FPS все отлично. С картинкой, вот именно просто цветом картинки. Да, вот цвет картинки, мне кажется, это правильное определение. Изумительно. Просто вот шикарно. Если посмотреть вдаль, но, опять же, дым пропадет. Вот. Это, это сногсшибательно. Но, с другими характеристиками, например, как ты едешь, или, например, когда тебе попадаются зимние текстурки. Это портит лично мое впечатление. Поэтому, давайте будем сравнивать ее с другими сборками, чтобы определить, какая же лучше всего. На мой субъективный взгляд. Следующая сборка макияжера, и я боюсь выходить в таком виде на улицу. То есть, возможно, это просто исключение. Кстати, дверь тоже изменена, она выглядит прикольная текстура. Но, слушай, да, сборка зимняя, просто я не был уверен. Потому что, как бы, ну, хз, возможно, у меня другое понимание зимности, но это не зимний скин. Но, кстати, слушайте, заминка на будет, она реально прикольная. Правда, я не понимаю, как тут ехать просто. Та же самая проблема. То, что, вот, не знаю, мне не очень нравится. Допустим, сейчас мы едем, ведь, по-моему, такого можно сделать, чтобы не было. Когда мы едем, просто как будто мы едем сейчас по какой-то траве. Так же, какие-то кактусы, не знаю, не есть в оригинале, их не замечал. Чего тут же обычная пустынная местность была. Вот, не знаю, реально, я повторюсь, что я не хочу оскорблять никого. И, как бы, серьезно, просто субъективная моя оценка. Вот дали, например, светит солнце. Это выглядит прикольно. Так же она немножко, сейчас вы сами видели, подлагивала. И, хз, да, она подлагивает с оптимизацией. Хотя показано, что рпс сейчас 200. Все не так хорошо. И вот такие вот текстуры, они мне не очень нравятся. То есть, смотрите на данные пальмы. Они как будто мерцают далеке. То есть, вот знаете, как будто они... Ну, это сложно объяснить. Да сейчас вот опять... Ааа, боже! Ничего не видно. Вот, они как будто так вот вкрапинку и, не знаю. Опять же, тайм-цикл тут стоит хороший. Текстуры дорог, они тоже хорошие. Я, правда, не сказал в сборке митина про карту и остальное. Но я не знаю, есть в этом большой толк. Потому что, в принципе, там тоже был примерно похожий худ с картой. Вот так вот. Я сейчас пытаюсь включить снег, но ничего не происходит. И есть подозрение, что в сборке снега нет. Опять же, назревает вопрос, почему? И, не помню, он активируется на другие команды. То есть, не контрол и плился на одном паде, а что-то другое. Но на это он не включается. Также эффекты. Эффекты они такие тоже не очень нравятся. Как минимум из этих эффектов есть такая вот оплошность. Смотрите, как они взаимодействуют с паром изо рта. А как будто мы какой-то дракон, который начинает дышать. То есть, посмотрите. У нас просто красное что-то выходит. Я не хочу приводить сейчас никакие социации с разорванным ничем. Также, посмотрите на эффекты. Но они не сочетаются. То есть, с этим. Ну, мне так кажется. Просто, опять же, это тонко мое. Кто-то может сказать, что моя сборка говно. Да я не спорю. Просто это все субъективно. И кому-то это может понравиться. Но, например, смотря на эти пальмы. С возможностью с инби они смотрелись бы хорошо. Но без инби нет. И поэтому, в целом, я бы не стал играть на этой сборке. И она, да. Вот дали, мне кажется, что красивый вид. То есть, вот опять же. Цветокоррекция, она похожа со сборкой Митина. Но с другими параметрами. Такими, как растительность. Которая везде, казалось бы. Она все портит. Также сейчас немножко поигрался с погодами. Но, опять же, очень сильно выделяются данные эффекты. То есть, казалось бы, сероватость. Вот, допустим, данного вида погоды. И просто огромные красные эффекты. Не знаю, которые долбятся. Не знаю. Серьезно. Скажу честно, что мне данная сборка не пришлась по вкусу. Да и к тому же, проседает на некоторых местах. Сборка Steel Deweyra. Сейчас поставил те значения, которые он показывал в ролике. Как может выгнать сборка. То есть, опять же, самый такой оптимальный вариант. И в целом, да. Минусов каких-то я не вижу. Если мы посмотрим на карту, то она... Серьезно, я такого не встречал. Просто посмотрите на нее. Она реально очень крутая. И она подходит именно зиме. То есть, реально круто. Но, правда, опять же. Если мы посмотрим в противоположную сторону на Fist. То Fist мне не нравится. Ну, просто он какой-то такой, типа, вот весенчак, Дед Мороз. Не знаю. Мне не очень нравится такое. Также я не знаю, где он нашел такой снег. Но он, наоборот, только улучшает. Просто посмотрите. Вот сейчас мы едем без снега. Но если мы включаем снегопад. То просто раз, два, три. Посмотрите. Ну, это намного круче. Как будто просто, типа, такой Иисус. Опа. Получи кодную картинку. И все. Но, что касается дня. Сейчас поставил 20 часов. И, согласитесь, картинка как-то меняется. И тут, реально, как я понимаю, почти что во всех сборках все зависит от нужной погоды и нужного времени. Потому что сейчас игрушка, ну, казалось бы, да. Она выглядит совсем не так. То есть, например, белые текстуры к бокам, они вообще из-за огромного обилия такого белого снега, они чуть ли не видятся. Хотя, если мы подробуем более сильный снег, то, опять же, посмотрите на небо. То оно стало более такой, знаете, вот именно зимним. Но без него сборка выглядит вот так вот. И, в целом, да, эта сборка неплоха. Но, опять же, знаете, есть вещи. Например, скажу честно, что цитокоррекция в сборке Митина, она мне нравилась больше. Потому что тут, если мы посмотрим на небо и на снег, то, ну, не знаю, это, знаете, наверное, визуальные какие-то впечатления, они не очень совпадают друг с другом. Там же было это изумительно. Но в сборке Митина были другие проблемы. Я нашел 6, я не знаю, что это, но сделаем вид, что этого не было. Если мы посмотрим просто на такой вот ночной Лос-Антос, это выглядит круто. Но, согласитесь, например, мне не всегда нравится играть вот именно с таким вот пейзажем. Мне, например, охота, чтобы был день. И если я делаю день, то, опять же, картинка становится не так приятная глазу. Например, 12, и вот вообще все очень как-то сразу светло-бело. Хотя, в принципе, это зима. Поэтому, да, в целом, да, сборка хорошая. И, то есть, правда, я не могу решить, какая сборка мне нравится больше. Митина или же Стелдовера. Но давайте перейдем к другим. В ход пошла тяжелая оборона, и мы перешли к сборкам для мощных ПК. И скажу сразу, у меня не очень крутой процессор, но он довольно-таки такой, знаете, для игр, то есть Pentium G4560. Видеуха 1050 Ti, 12 гигабайт оперативной памяти. И вот сейчас я вижу сборку на своем компе, которая подлагивает. Это не очень приятно. Серьезно, то есть, мне так играть не очень комфортно. Хотя, казалось бы, сборка в GTA сам. Поэтому, возможно, мой комп просто ее не тянет. Хотя другие сборки Павлова у меня не тянули. И особо без каких-либо таких вот пролагиваний, как это имеется сейчас. Если отбросить оптимизацию здесь по внешнему виду, то тут есть такой плагин, как я понимаю, который, скажем так, отдаляет камеру. Это даже не эффект фишая, а как будто, знаете, действие происходит отдаленно. И мне кажется, что такое игре на руку не идет. Повторюсь, что все здесь субъективно. Давайте попробуем включить снег, возможно, он сделает картинку лучше. Вот здесь, в принципе, обычный снегопад, который у меня в сборке. Который тоже, опять же, делается небо таким, каким он хочет сам. То есть, ты уже не решаешь, какое оно будет, каким оно не будет. Просто видишь факт. Но если тут, значит, мощный MP, то все равно есть такие подлагивания. Не знаю, либо такие-то еще мощные текстуры. Но хотя я видишь, как я понимаю, мост измененный вон даже он. То есть, не знаю. Ну, опять же, она как будто вот я зашел в КРМП. То есть, серьезно. У меня такое чувство, что я сейчас играю в КРМП. Из этих вот деревьев, которые такие, как будто вот HD. И как будто вот все, вроде как они ребята, вроде немного ребят. Но вот реально, мне кажется, что да вот даже те же самые домики почти что. Не знаю, поскольку я тут все говорю субъективно. И вы можете не соглашаться с моими мыслями. Но данная сборка в таком вот виде, не знаю. Получайный я удовольствие от того, что играю на ней. Скажу честно, что не очень. Даже если выключить мощный, казалось бы, MB, который должен все сглаживать. Да, становится красивее игрушка. Но, опять же, мне даже на прошлых сборках было играть как-либо комфортнее. Поэтому, если сравнивать ее по двум параметрам. Это оптимизация и внешний вид. То сборки стилдовера и митина мне нравятся больше. И первое, что нас встречает, это как мои люди, которые помогали Бразерсу создание данной сборки. Материально, либо модами. Не знаю как, но вот вы видите их. Друзья, это невероятно. У меня просто сборка вылетела второй раз уже. Возможно, я что-то делаю не так. Давайте я не буду брать машину и просто пробегусь. И знаете, какой вывод я сделал, пока вот играл на сборки Павлова и Бразерсу и Компани? Мне кажется, что на зимы не подходит мощной ENB. Мне кажется, что тут нужно брать атмосферы. На лейтинг сборок, да, многие сборки с ENB смотрятся намного круче. Тут же, даже смотря на деревья. Они как-то... Ну, опять же, это мои. Вот сейчас просто, вот знаете, поток информации, который ньется из меня, я и говорю. Это не капли, не объективно. Это просто то, что думаю я. Вот смотря на деревья, допустим, ну, это не похоже на зиму. Ну, лично мне так кажется. Просто как будто вот ты попал куда-то в белое пространство. И вот, да, вот все, что я могу сказать. Если же мы выключим ENB, то просто вот опять же та же самая КРМП. Ну, вот посмотрите. Ну, лично мне такое не очень нравится. Я бы вот без ENB на этой сборке играть не стал бы точно. И, например, у меня зимняя сборка тоже с мощным ENB, который вы, в принципе, видели до этого. Каза и можете посмотреть на геймплей, там ничего не лагало. Почему эти сборки лагают? Я не знаю. Возможно, мне комбо говорит, типа, ты не тем занимаешься, либо еще что-то. Но, скажу честно, она выглядит как-то вот пустовато. Например, ты смотришь в Далее и просто берет какая-то, не знаю, нет такой атмосферы, что с другими сборками. Если опять же включить снег, он включается, кстати, тут на Ctrl плюс 6 на не numpad, а на обычной. Опять же, ну, как-то, знаете, вот, небо очень тоже пустое. Не знаю, серьезно, скажу честно, что мне такая сборка просто не пришлась по вкусу. И если среди всех этих сборок, которые находятся в топе, по запросу сборка зимняя самп, я бы, наверное, выбрал либо сборку Митина, либо сборку Стилдевера. Я серьезно не знаю, какая из них была лучше. Потому что сборка Митина, она охрененная в плане, вот, коррекции цвета. Ты смотришь на картинку и просто глаз радуется. Но те же зимние текстуры, те же вот некоторые места, допустим, где ты едешь в песку и так далее, они не идут, как мне кажется, в зимней игре. Таких нет проблем в сборке Стилдевера. Но, что касается сборки Стилдевера, то сама картинка, она выглядит менее, скажем так, приятной, чем в сборке Митина. Поэтому, если, опять же, вот, без каких-либо коррекций, изменений и прочего давать свой голос, наверное, просто по каким-то визуальным ощущениям, мне сборка Митина понравилась больше. Даже в здании сама палитра, она вот выглядит такой яркой. Да, понятное дело, что можно зимние сборки собирать по двум типам. Либо ты делаешь яркую зимнюю сборку, либо же, наоборот, тусклую. Вот, опять же, минус этой сборки в том, что мы просто видим зеленые текстуры. Ну, что это такое? Это никуда не годится. Но, смотря на такую картинку и просто внешний вид этой сборки, мне кажется, что это реально очень круто. Поэтому, в целом, мне кажется, если объединить сборки Стилдевера и Митина, то получится вот, наверное, прям изумительная конфетка. В принципе, я уже, наверное, все мысли свои изложил и не буду повторяться. И по итогу, мне больше всего понравилась сборка Митина. Поэтому, если спрашивать, какой ютубер собрал лучшую сборку в 2018-19 году, то я отдам свое предпочтение данной вот сборочке. И на этом, друзья, все. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Бурбон. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok